Если рассматривать итоги 2013 года, то я бы сказал, что наши показатели достаточно хорошие. Мы выполняем кассовые планы по сбору страховых взносов. У нас кассовый план, я буду цифры округлять, не до рубля, не до копейки, по сбору страховых взносов более 27 миллиардов. У нас есть полная уверенность, что мы этот кассовый план выполнили. Мы каждый месяц собираем где-то 2,5 миллиарда, 2 миллиарда 600 миллионов. На декар в месяц у нас кассовый план составляет 3 с лишним миллиарда. Также есть полная уверенность, что мы декарский план выполним. Численность пенсионеров Ярославской области на 1 декабря текущего года составляет 405 тысяч. Кроме этого, 6 уже с лишним тысяч, 6200 человек получают пенсии. Это военные структуры. Те люди, кто имеет страховой стаж, гражданский стаж, если проще говоря, не менее 5 лет. Мы выплачиваем так называемые ежемесячные денежные выплаты. У нас федеральных льготников 151 тысяча. 44 категории этих льготников различных, начиная с инвалидов и заканчивая другими категориями, чернобыльцами и так далее. В канун Нового года, в канун 2014 года, я думаю, что вы все в курсе, уже практически Совет Федерации одобрил большинство законов, законопроектов, которые в ближайшее время будут подписаны президентом, то, что касается реформы пенсионной системы, то, что касается новых законов, которые будут вступать в 2014 году, отдельные статьи будут вступать в 2015 году, отдельные статьи будут вступать в 2016 году. Теперь пенсия состоит из двух частей, страховая и накопительная. Страховая пенсия будет рассчитываться, исходя из баллов каждого конкретного пенсионера, умноженная на стоимость балла. В текущем году стоимость балла примерно такая, 64 рубля. Как рассчитываться будут баллы конкретного человека? Делятся страховые износы, которые за него заплатил работодатель, на максимально утвержденные облагаемые базы. Вот сегодня облагаемая база составляет на сегодняшний день, год, 568 тысяч в год. Или 47 тысяч примерно в месяц, да? 47, грубо? 47 тысяч в месяц. До 2021 года, значит, только в 2021 году максимальная сумма балла будет 10. 10. А вот до этого пока будет ограничение определенное. Значит, начиная с 2014 года мы будем делать перерасчет всем уже существующим пенсионерам и кому мы будем назначать пенсии в 2014 году, исходя из новой формулы. Если у гражданина будет в более повышенном размере пенсия в результате перерасчета, то мы будем платить в повышенном размере. Если ниже, не дай бог, то мы оставляем прежний, то есть снижения не будет. И начиная уже с 2015 года, если гражданин вступает в трудовую деятельность, как говорится, на него будет распространяться в полной мере это законодательство. Начиная с 2015 года страховой стаж будет увеличиваться каждый год на год. В 2015 году он составляет уже 6 лет, а в 2025 году он будет составлять 15 лет. Сейчас, чтобы получить пенсию, социальную, значит, и трудовую пенсию требуется не менее 5 лет стажа, а в 2025 году уже потребуется не менее 15 лет. Кроме этого, необходимо будет заработать не менее 30 баллов. Эти 30 баллов получаются, если за гражданина уплачивали страховые износы не менее чем в стоимости 2 мрот. Ну, сегодня 2 мрот составляет 5205 рублей, на 2014 год 5500... 5,554, значит, если за гражданина будет уплачивать страховые износы суммы в один мрот, то ему надо работать сколько? 30 лет. Нестраховые периоды сохраняются, значит, я уже говорил об этом, значит, и армия. За первого ребенка по уходу за детьми, одному из родителей, 1,8 балла за каждый год, за второго ребенка 3,6 балла, за третьего ребенка 5,4, и за четвертого 5,4. Эта вот норма, четвертый ребенок также появился уже в последнем сцении, в третьем сцении. Начиная с 2016 года, труженики села, если можно так сказать, кто трудился в сельской местности, значит, им будет с 2016 года увеличен фиксированный размер на 25%, но не работающие пенсионеры и кто-то работал в сельской местности, в сельском хозяйстве не менее 30 лет. На сегодня фиксированный размер составляет 3610, каждый год он индексируется на определенный процент, но с 2016 года он будет, значит, я сейчас не могу сказать, какая цифра, и 25% будет увеличен им. Как, допустим, мы же выплачиваем двойной фиксированный размер инвалидам первой группы, людям, которые имеют возраст 80 лет и старше, северянам, значит, у кого имеются иждивенции и так далее и тому подобное. Ну и, значит, есть право гражданина отложить выход на пенсию. Если гражданин откладывает право выхода на пенсию на 5 лет, то через 5 лет у него пенсия увеличивается на 1,5 раза. Если он через 10 лет выходит на пенсию, то практически в 2 раза увеличивается у него пенсия. Центробанк сейчас готовит критерии оценки негосударственных медицинских фондов. Они должны перейти в акционерное общество. И вот те негосударственные медицинские фонды, которые получат соответствующие документы, лицензию, аккредитацию и так далее, надо их работу проанализировать хотя бы за 3-4 года. Посмотреть, какие у них были доходы за 3-4 года. Какой у них, значит, уставный капитал, значит, большой или маленький. Значит, думать в течение двух лет, до 31 декабря 2015 года. В текущем году особенно активизировались негосударственные пенсионные фонды. Значит, ходили по квартирам, агитировали через средства массовой информации, говорили, если вы до 31 декабря текущего года не напишете заявление, то ваша накопительная часть пропадет. Никуда накопительная часть не пропадает. Если гражданин 1967 года и моложе не писал никогда никакого заявления, не переводил свою накопительную часть ни в негосударственные пенсионные фонды, ни в управляющую компанию, они остаются у него в страховой части. Какой совет? Я, как чиновник, не могу сказать, в какой негосударственный пенсионный фонд надо писать заявление. Я советую таким образом. Не надо никуда сегодня бежать и спешить. В 2014 году накопительная часть пойдет в страховую часть. И она будет индексироваться. За последние несколько лет, 3-4 года, индексация страховой части в процентном отношении была больше, чем давали доход негосударственные пенсионные фонды.